Всем привет! Меня зовут Антон Эльхимович, вы смотрите дайджест РФБ. Мы с вами находимся в офисе Российской Федерации Баскетбола. С этого дня каждую неделю мы специально для вас будем готовить эксклюзивное интервью, будем рассказывать о грядущих спортивных трансляциях, будем знакомить вас с главными действующими лицами баскетбольных баталий. Ну и заодно покажем вам, как проходит обычный рабочий день представителей Федерации Баскетбола. Итак, сегодня в выпуске. Что такие подражатели Екатерины Федоренковой? Каким был Алексей Швед в детстве? За что любит хоккей Егор Вяльцев? И что своим одноклубницам из Сан-Антонио Старс рассказывала о российских баскетболистках Ребекка Линд Хэммон? Это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Раз-два, раз-два, раз-два. Ванчу. Мы тищи. Живых осталось мало, да, в команде, так сказать? Развернутые или короткие? Я думаю, что развернутые. И все ржут стоят. Как тут можно серьезно говорить? Начнем мы, пожалуй, с мужской суперлиги. Не всегда матчи этого турнира собирают полные трибуны. А между тем посмотреть есть на что. Продолжение следует... Продолжение следует... В первой половине еще были некоторые качели, плюс-минус постоянно. Во второй половине уже стало очевидно ваше преимущество. За счет чего, скажите, удалось так сильно переломить ход игры? Я думаю, что вот несколько серийных попаданий, несколько серийных попаданий, они создали определенный гандикап, который мы удержали. Кого сегодня можете особенно отметить в своей команде? Только команду. Всегда. Только команду. Ответственность лежит на ребят, потому что знали, что прошлую игру проиграли. Уже ответственность лежит. Дома играем, надо как бы выигрывать. Уже в голове это стоит. И, наверное, психологически не выдерживает. Сегодня матч был тяжелый. И шли как бы ровно. Но никак мы проиграли из-за этого, что мы не могли никак забить. И все игроки, причем у нас ни один игрок не набрал больше 10 очков. Как бы, ну не шли броски ни двух очков, ни трех очков, и не шли штрафные и то мазали. А по защите мы защищались нормально, что наметили, то и сделали. Пропустили, я считаю, немало 60 очков. Сегодня пропустили 60 очков. Это типичная ситуация для химок? Нет, мы в защите сделали все правильно. Мы только не забили свои очки. Ну и у меня вопрос. Так как ты игрок второй сборной России, скажи, пожалуйста, то, что ты принимал участие в турнирах и вообще подготовка в команде Василия Карасева, тебе что-то дало в принципе в предсезонке в Суперлиге? Конечно, мне дало уверенность, игровую практику какую-то. Вообще легче стал играть. Во-первых, была хорошая защита у нас. После защиты стало столько, ну знаете, сыграет хорошее нападение. И получается, как вот все играем, как команда нормально. Мяч двигается и вот это. Кстати, именно Мартинус Андрюшкевичус получил от нашего дайджеста номинацию «Цитата недели». Давайте посмотрим вместе. Я думаю, что это наоборот. Когда мы, ну, если никто не верит, что мы можем что-нибудь делать, может быть, команда не так серьезно смотрит на нас, а сейчас как получается, что мы, ну, как высоко вышли, и все уже знают, что мы хорошо играем, и они готовятся для нас. В целом, минувшая неделя в Суперлиге обозначилась прежде всего неожиданно крупным поражением Новосибирска. Минус 20 от Югры. И еще пара слов о «Химках». Баскетболист сборной России Егор Вяльцев пропустил минувшую игру против финских «Бизонов» в рамках единой лиги ВТБ. Наша съемочная группа выяснила, что у Егора незначительное растяжение, и совсем скоро он вернется в строй. Что же касается других аспектов жизни Егора Вяльцева, о них более подробно прямо сейчас в развернутом интервью. Решил, как бы, получить второе высшее образование, как повышение квалификации, потому что хотелось бы остаться в спорте не только в баскетболе, но если же останусь в баскетболе, то это будет прекрасно, потому что это мое любимое дело, я отдаю этому практически всю мою жизнь. Но как сложатся обстоятельства, я не знаю. Может быть, я буду работать не в сфере спорта, но не обязательно в баскетболе. Ну, как ходить на лекции, конечно же, времени очень мало, но там достаточно такой лояльный график. Начинаются лекции с 7 вечера. Когда Дэвид Блат возглавлял сборную, он пригласил Евгения Пашутина быть его ассистентом. И до того я работал с Евгением Пашутина, я еще играл с ним даже, то есть, как бы, зацепило год. Мы играли в ЦСКА вместе. Я только начинал, он уже заканчивал свою карьеру, и мне довелось с ним еще побыть как с игроком, в раздевалке, в команде. И когда он стал тренером молодежного проекта ЦСКА, я и там тренировался, и играл за молодежную сборную, когда он возглавлял ее, и мы выиграли в Чехове в 2005 году чемпионат Европы, поэтому, как бы, я во всех хипостасиях с ним был и готов сказать о нем только лестные слова. И то, что сейчас он возглавил сборную, это заслуженно, потому что он показал себя как тренер из ЦСКА, и как с Локомотивом, и с Униксом завоевал какие-то трофеи. И был серьезный тренер, потому, я думаю, заслуженно то, что русский тренер встал на пост на сборную России. И сейчас мы доказали то, что не имея самых лучших наших игроков национальной сборной, там, того же Андрея Кириленко, Виктора Хряпы, там, Александра Кауна, я не буду перечислять очень многих игроков, те, которые не смогли по тем или иным причинам приехать, но мы доказали, что в России есть еще много других игроков, которые способны защищать цвета сборной. Я каждый год провожу турниры детские для ребят 99-98 года рождения, летом, когда у меня есть свободное время. Каждый год я провожу турнир по моему имени, как так сказать можно. Но хочу отдельно сказать большое спасибо тем людям, которые занимаются баскетболом в Воронеже, потому что тогда, когда я уезжал из Воронежа, я считал, что мне очень повезло, потому что там вообще был просто полный провал, там практически ничего не было. А сейчас, по сравнению с моим временем, и сейчас с нынешним временем, очень все изменилось. Во-первых, есть база баскетбольная, туда ездят каждый год и те же химки молодежные, и ЦСКА, и многие другие команды, потому что это действительно хорошая база для молодых игроков. Там есть все, там есть тренировочный зал, тренажерный зал, уличные площадки, и при этом все закрыто, есть столовая, есть гостиница. То есть того, чего не было. Я тренировался на улице, или мы тренировались сам в школе, в школьных залах. Семья на первом месте, потому что у меня достаточно много детей, и на них тоже нужно время, и на супругу, конечно же, нужно время. Но я стараюсь распределять, отдаться полностью, когда есть время, семье, потому что я понимаю, что детям не нужно общения, им не хватает того, что я постоянно в разъездах или же нахожусь на каких-то сборах. Я понимаю, что моего внимания недостаточно именно от того, что физического контакта, в плане того, что я должен как-то прикасаться к ним, я должен видеть, как они растут, там, и все остальное. Старшему – 10. 10? 10. Среднему – 5. И младшей – 7 месяцев. Так что занимается младше, старше занимается, ну, говорится, что участвует в школе, это понятно, занимается плаванием, ну, и в театр и поет, конечно, ему больше нравится. Он не особо спортивный, но общее развитие для него как бы нужно. Я сам в прошлом хотел заниматься хоккеем и играл 6 лет до баскетболу в хоккей. И вот мой любимый вид спорта – это хоккей. И сейчас мой вот средний сын занимается хоккеем, играет в спортивной школе ЦСКА. И я хочу, чтобы он стал хоккеистом, но как получится, я не знаю. Но пока у него все вроде бы получается. Для женских баскетбольных клубов минувшая неделя тоже выдалась жаркой. Помимо регулярного чемпионата, Еврокубок и Евролига. Российское представительство в главных европейских клубных турнирах традиционно велико. Правда, результаты радует не всегда. Редактор субтитров А.Семкин На матче московского «Динамо» и «Боташи» из «Аданы» побывала наша съемочная группа. Хозяйки паркета уступили со счетом 82-90. Это уже вторая игра в Еврокубке в группе А для подопечных Владимира Штама и второе поражение соответственно. Правда, все шансы на то, чтобы выйти из группы у обитателей Крылатского есть. О причинах последнего поражения прямо сейчас Катя Кейру и Ирина Соколовская. Я думаю, нас просто немножко не хватило физически, потому что сейчас в команде такое немножко произошло изменение. У нас травмированные игроки много простыли, заболели. Не было в последние дни игроков даже на тренировке. Поэтому, я думаю, связано с тем, что немножко у нас не хватило физически, потому что наша команда бежит. Да, у нас больше стараемся играть быстро в баскетбол, поэтому, я думаю, немножко не хватило сил. И в конце такой получился немножко провал, и мы не смогли переломить вовремя игру. Я не знаю. Мне кажется, может быть, потому что у нас сегодня Варя не приняла участие. Она у нас с основной центровой, то есть без нее было очень тяжело, особенно под кольцом. Плюс Таня Абрикосова сломала руку. То есть она тоже один из... Ну, можно сказать, мы играли без двух ключевых игроков. Соответственно, немножечко было какое-то недопонимание. Может быть, с этим было связано. Особенно во второй половине. Мы боролись, мы старались. Просто что-то не получилось реально из-за, может быть, какого-то недопонимания. Потом какая-то паника началась в третьем периоде. Но мы, я думаю, посмотрим, разберем игру, сделаем работу над ошибками. И в Турции, я думаю, мы должны их просто обыграть. После игры мы подошли и к лидеру атак турецкой команды Кьяни Чейни. В недавнем прошлом игроку Сан-Антонио Старс. Было любопытно узнать, а рассказывала ли что-нибудь Ребекка Лин Хэмман, ее американская одноклубница, о российских баскетболистках. Говорят, что они очень сильные игроки, которые никогда не сдаются, даже если уже выполнили свою задачу, даже если выигрывают, продолжают работу. Российские игроки – это сильные игроки, настоящие трудоголики. Я и сама считаю, что российские игроки очень быстро, они бросают трехи, способны перешагнуть через боль, через трудности. Тренер нас предупреждал, что надо мощно играть в защите, не позволять им бросать, и мы постарались это сделать. Сегодня была тяжелая игра, особенно после перерыва. Чтобы выиграть, приходилось мощно играть в защите. Мы так и делали. Это была большая игра, и мы смогли ее взять. А вот результаты минувшего тура в Премьер-лиге ни для кого удивлением не стали. Но самым обсуждаемым событием минувшего тура в Премьер-лиге, безусловно, стал сногсшибательный пас Екатерины Федоренковой на Ксению Тихоненко. Если вы не присутствовали на матче Спарты и Динамо ГУВД, все внимание на экран. Спешу сообщить, с Ксенией все в порядке. Однако история на этом не закончилась. На повторе отчетливо видно, что эта комбинация явно наиграна. А поскольку и Ксения Тихоненко, и Екатерина Федоренкова – это кандидаты в сборную России, за комментарием мы обратились к главному тренеру нашей национальной команды. Это тейнерская наработка, и в принципе этот пас должен был быть судью, который, в общем-то, был на лицевой линии, но с первого раза не получилось, так что будем работать дальше. Кто-нибудь еще пробует себя в таком же амплуа? Нет, это ноу-хау, именно рассчитанное на женские команды. Также стоит отметить, что после этого эпизода у Екатерины Федоренковой появились подражатели. Десятки интернет-пользователей начали выходить из дома, посещать различные спортплощадки и заниматься беспорядочным разбрасыванием мячей. Результаты они снимают на видео и выкладывают в сеть. Правда, не всегда все идет по плану. Ну и финальной точкой нашего дайджеста станет интересное интервью с Евгенией Никоновой, родной сестрой Алексея Шведа. Также мы благодарим ее за предоставленные фотографии из семейного архива. О том, как осуществилась мечта юного Леши, ныне игрока Филадельфии 76ers, прямо сейчас. Ну а я же прощаюсь с вами до следующей недели. Пока! Я тренер по баскетболу, работаю с молодежной командой в женском баскетбольном клубе «Спарта НТК Видное». Семья у нас всегда была на первом месте. Мы прямо даже вот с самого маленького, еще когда мы были детьми, потом когда Алешка родился, мы уже были чуть-чуть постарше. Мой сын. Мы все время старались проводить время вместе, если у нас только выпадала такая возможность. При современных гаджетах это вообще небольшая проблема. Мы выходим по скайпу, выходим через фейстайм практически каждый день и с родителями, и с Алешкой за океаном, и с сыном, который тоже находится там же вместе с ним. Когда у него игры, после игры мы обязательно общаемся с ним или переписываемся. Или если есть время, например, домашний матч, он приходит домой, мы выходим на связь, так по видео разговариваем. Все его игры, которые транслируют, я специально выкупила пакет НБА-ТВ, да, и постоянно мы все игры смотрим, так же и мамой, и даже в перерывах ночью мы созваниваемся, обсуждаем, что получается, что не получается. Я его вообще никогда не критикую, потому что критиков на самом деле у него хватает и без меня. Я стараюсь ему где-то подсказать, и в основном я его поддерживаю, похвалю где-то, потому что я знаю, что для него мнение семьи, оно особенно важное. Мы собираемся на Рождество и Новый год. Вот, это вот он уже третий год сейчас проводит в Америке, и третий год мы сейчас уже все туда поедем, правда, немного в разные числа, но к 30-му уже все туда соберутся, и мы опять традиционно всей семьей встретим праздник. А понятно, что как его встретишь, так весь год и проведешь. Мой сын и Алешка, мой брат, они родились практически, у них всего полтора года разницы, и они все время вместе воспитывались, вместе росли, и они друг друга воспринимают как братья, они до сих пор там братан-братан друг друга называют, да. Вот, и Лешка поехал туда играть, а сын, он у меня закончил университет в Московской области и получил образование переводчика, он знает языки, английский и немецкий, его специализация. Вот, и он поехал на первых порах помогать Алексею, вот, а потом он тоже сам там поступил в университет и параллельно обучается. Когда я стала работать тренером детским, я сразу, у меня были девочки, а у меня папа, он сначала работал с девочками, и с девочками, и с женскими командами, а потом, когда уже родился Алексей, он перешел на мальчиков. И я, естественно, сразу за советом к отцу говорю, пап, вот ты, говорит, столько работал с девочками, можешь подсказать рецепт, вот как находить язык, как ты с ними вот такие взаимоотношения, взаимопонимания добивался. На что он мне сказал, что с девочками нужно три раза по попе, один раз конфетку. Вот, поэтому у него такая система, он не будет никогда перехваливать, если он похвалил, что случается редко, то это действительно заслуженно, это действительно сделано что-то очень хорошее, полезное, ценное. И похвала, она очень ценна в его устах, потому что она редкая, и она действительно заслуженная. Про пустых слов он никогда не будет бросать на ветер, и просто так хвалить тоже не будет. Лешка, он с детства, когда был маленький, он всегда говорил, я буду играть в НБА, и мы поначалу воспринимали, это как ребенок говорит, я буду космонавтом. Лешка всегда говорил, я буду играть в НБА. И мы такие, ну да, Лешка, давай стремись, тренируйся, работай. И только отец один действительно верил и говорил, смейтесь, смейтесь, посмотрите, вот он вырастет, он будет там играть. И как оказалось, что действительно это так и произошло. С детства он, вот когда маленький, у всех же детей есть кумиры, вот у него был кумир Ален Айверсон. И когда он сейчас попал в команду Филадельфии, где его кумир когда-то играл и завоевывал там персни, вот, он сейчас, ну, ему это очень нравится, ему нравится команда, ему нравится тренер, он очень подружился, там все молодые ребята, которые, ну, поддерживают его, помогают ему. И он с ними хорошо общается, советуются они вместе. Вот. И поэтому, ну, не знаю. Он очень доволен. И он там стал получать больше игрового времени, потому что, ну, в Миннесоте, начало сезона у него было очень удачно. Второй год у него, ну, не очень удачный, скажем так. Он получил, получал недостаточно игрового времени, как хотелось бы. Вот. И сейчас он с новыми надеждами, с новыми силами. Вот. Пробивается, да, в новой команде, и очень хочет выигрывать, очень жадный до побед. Олимпийская медаль уже есть, она до человека постоянно, чтобы развивался, должен к чему-то стремиться. Ну, наверное, следующая ступенька у него будет чемпионский перстень. Редактор субтитров А.Семкин